Соединяется коммуникационный менеджер Министерства цифровой трансформации Украины, Минаков Алексей. Алексей, приветствуем вас. Я думаю, что глупо было бы предположить, что с той стороны, с российской стороны, не предпринимаются кибератаки на украинские ресурсы. Много ли их, как их отражают? Да, доброе утро. На сегодняшний день Министерство цифровой трансформации работает на приближение победы Украины в войне, которую создала Россия. И одна из инициатив, которую мы инициировали, это IT-армия Украины. К ней добровольно присоединились сотни тысяч украинцев, которые находятся как в Украине, так и за рубежом. И это люди, которые добровольно участвуют в атаках на российские и белорусские государственные сайты, на банки, частные корпорации. И мы, как видим, это происходит успешно. На самом деле, это лишь одна из инициатив. Мы, на самом деле, множество, скажем так, вообще поставили полностью государство в смартфоне на военный рельс. Мы запустили огромное количество новых услуг в мобильном приложении ДИА. А сегодня ДИА пользуются около 16 миллионов украинцев. Мы запустили помощь армии. Каждый может буквально несколько кликов помочь нашей армии. И этим уже воспользовалось огромное количество украинцев. Нам удалось собрать более 225 миллионов гривен на нужной армии. Поэтому мы предлагаем всех подключаться к этому. Также мы запустили ДИА-ТВ, ДИА-Армия, ДИА-Радио. То есть это такой доступ 24 на 7 к новостям, эффективно, справедливым о том, что происходит во время войны. Это очень важно во время, когда враг активно использует информационно-психологические операции и пропаганду. Также мы запустили Е-документ для людей, у которых нет бумажных с собой документов. И Е-документ можно показывать на блокпостах полиции. Также мы обновили программу Е-питрынки. Это выплата 6500 гривен для украинцев из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия. Мы запустили еще Е-Ворох, то есть каждый, кто увидит вражескую технику, военных, танки, БМП, пожалуйста, сообщайте через этот сервис Е-Ворох. И информация оперативно обрабатывается и потом используется для ликвидации врагов на нашей территории. Ну и последнее еще такое нововведение. Это такое, как мы называем, цифровое успокоительное. Это онлайн-игра Е-Байрактар. Каждый может пробовать себя в роли оператора легендарного беспилотника Байрактара, который зарекомендовал себя очень эффективно во время этой войны. Ну на самом деле не только приложение МДИ, там мы ограничиваемся. Кроме того, мы масштабно, скажем так, инициировали такую масштабную кампанию по бойкоту международных технологических компаний, вообще международных компаний. Как вы знаете, на сегодняшний день уже более 500 компаний вышли из российского рынка. И в этом есть, очевидно, определенная заслуга и лепта именно универсоцифровой трансформации. И лично Михаила Федорова, который официальные письма использует, социальные сети, Twitter в частности, для того, чтобы влиять на эти компании. И опять же, это выходит очень успешно. Еще здесь очень важное приложение. Да, говорю, что за ЕБА и Роктар отдельное спасибо, потому что сейчас уже ДИА для широкой аудитории, говорю, это уже практически все в одном. Это уже и психологически успокоительное, это уже и какой-то логистический центр огромный. Алексей, нас смотрит огромная аудитория сейчас, поэтому я не только для украинской аудитории хочу задать вам вопрос, но и для всех, кто нас смотрит за границей. Как можно подключиться, имея компьютер, имея какие-то элементарные знания, подключиться к помощи сейчас? Есть какой-то логистический центр какой-то? Что можно делать и как можно быть полезным? Ну, на самом деле, вот та инициатива, первая IT-армия, о которой мы говорили, она, в принципе, координируется в социальных сетях, в частности, есть телеграм-канал, можно подключиться, там получать, скажем так, определенные задания, и вот сидя, по сути, за компьютером, можно быть полезным в своей стране. Ну, кроме этого, мы, например, запустили такую международную инициативу, Do Not Sponsor Murder, то есть не спонсируй убийцу, то есть это такая компания по бойкоту всех российских товаров и услуг за границей, в том числе и бойкот российских и белорусских компаний, вот, и на Dea Business у нас есть все материалы, которые можно использовать в этой компании, то есть, в принципе, любой бизнес, если он принял такое решение, он может потом это классно подсветить и выиграть коммуникационно, и финансовая точка зрения, когда он откажется от российских товаров и услуг, и может удобно найти заменители в виде украинских компаний, это вот очень важно. Поэтому вот такие, наверное, самые основные. Алексей, еще вот я знаю, что ваш шеф анонсировал также еще одно приложение в Dea, это что можно украинцам будет фотографировать свое жилье, которое так или иначе разрушено или не подлежит восстановлению, или подлежит, вот, и потом таким образом получать компенсацию потом. Насколько это сейчас приложение в разработке и когда оно будет готово? Эта услуга уже есть в Dea, каждый может ей воспользоваться, это называется заявление о поврежденном имуществе, то есть там нужно заполнить всю необходимую информацию, там, с фото, ну, детальная информация о поврежденном имуществе, и в дальнейшем, ну, это будет использоваться для того, чтобы украинцы могли компенсировать эти потери. Спасибо, Алексей, мы сейчас продолжим как раз разговор о компенсации, и детально об этом всем расскажем, а это был Алексей Минаков.